МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще 4 696 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в 84 регионах России за минувшие сутки. Из них 26% активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего за время эпидемии диагноз COVID-19 поставили 966 тысячам россиян. Губернатор Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстаграм в очередной раз опроверг слухи о тотальном карантине с 20 сентября. По его словам, это фейки и теория заговора. Если информация не из официального источника, а от знакомых знакомых, то верить ей нужно крайне осторожно. Мы, конечно, следим за эпидобстановкой, но никаких конкретных планов о закрытии у нас нет, сообщил глава региона. Также Глеб Никитин 25 августа разрешил открыть кинотеатры. Мы продолжаем расширять возможности второго этапа снятия ограничений и раздвигать его рамки, принимая тактические решения. Чем стабильнее ситуация с заболеваемостью и чем увереннее чувствует себя региональная система здравоохранения, тем больше появляется пространство для маневра, сказал губернатор. Кинотеатрам необходимо выполнять определенные требования. Продавать не более 30% билетов от общей вместимости. Рассаживать зрителей с обязательным соблюдением дистанции полтора метра, за исключением совместно приобретающих билеты. Обеспечить обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей. Не допускать прием пищи в залах кинотеатров во время представлений. Не пускать зал зрителей без масок. Обеспечить необходимый для дезинфекции интервал между киносеансами. По состоянию на 25 августа в Нижегородской области зафиксировано более 26 800 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 122 нижегородцам. В Сарове за сутки не выявили ни одного случая заражения. Выздоровели еще 23 жителя города. Из тех, кто продолжает болеть, а таких 174 человека, госпитализированы 19, они все лечатся в клинической больнице номер 50. 15 человек в состоянии средней степени тяжести. Умерших 7 человек плюс одна, еще одна женщина. Ну, здесь все как по сценарию. Значит, заражение произошло в домашнем очаге. У нас сейчас это самая большая доля больных, которые заражаются от кого-то у себя дома. Это еще раз подтверждает, что для заражения COVID-19 нужен достаточно близкий контакт и по времени долгий, и близкий по расстоянию находящимся друг от друга. Это пользование общими предметами. И вот в данном случае женщина в возрасте, возраст опять, как по сценарию, это старше 70 лет, заразилась в семье от своей родственницы, от сестры. Сестра, слава богу, уже на сегодняшний день выздоровела, а она вот, имея такой возраст, и в этом возрасте, конечно, уже многие имеют хронические заболевания, быстро утяжелилась, ушла, достаточно долго находилась в тяжелом состоянии и умерла фактически от полного поражения легких. На карантине дома находится 158 человек, контактировавших с зараженными. За минувшие сутки проведено 476 анализов. Со 2 по 12 сентября в Сарове пройдет досрочное голосование по выборам депутатов в Городскую Думу седьмого созыва. Избирательные участки будут работать по будням с 16 до 20 часов, а по выходным с 9 до 13. Узнать адрес своего участка можно на портале gogov.ru. Для участия в досрочном голосовании необходимо подать заявление, при этом указав уважительную причину. Это может быть отпуск, командировка, режим работы или учебы, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и так далее. Член участковой комиссии представит заявление, дату и время досрочного голосования. В списках избирателей сделают отметку и выдадут избирательный бюллетень. После проставления отметки его вложат в непрозрачный конверт, заклеят, поставят подписи и заверят печатью. Запечатанный голос будет храниться у секретаря участковой избирательной комиссии в помещении комиссии до дня голосования. Само голосование пройдет 13 сентября с 8 утра до 8 вечера в привычном формате. Родителям, чьи дети пропагандируют движение АОЕ, организация запрещена в России, может грозить штраф до 700 тысяч рублей. Само участие в таком движении уголовно наказуемо, в том числе для несовершеннолетних. Выклики с призывами вступить в запрещенную организацию АОЕ считаются преступлением. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжение следует... В Нижегородской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Пробные пуски тепла стартуют 1 сентября. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции региона. По словам коммунальщиков, к середине следующего месяца все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону должны быть завершены. Такие сроки в своем поручении обозначил глава региона Глеб Никитин. Законопроект об обязательном маркировании домашних животных Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Речь идет о поправках в законодательство, которое предусматривает введение в России обязательного учета и маркировки домашних животных. В документе указано, что маркировать животных будут их владельцы за свой счет самостоятельно. За неисполнение планируется привлекать к административной ответственности. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, нужно ли маркировать животных. Вариант данного пожелания у владельца выбрали 35%. Считают, что обязательно нужно маркировать 23,81% респондентов. Не нужно этого делать 4%. Еще 35% говорят о том, что после введения этого закона появится больше бездомных животных. Так как те, кто не захочет заниматься маркировкой, просто выкинут своих питомцев на улицу. Несколько стай бездомных собак уже давно живет в Сарове. Про их существование всем известно. Неоднократные журналисты нашей редакции по запросам жителей выезжали на место и снимали эти стаи. Сотрудники отлова пытаются поймать собак. Но по приезду собак не обнаруживают. Животные сбегают и прячутся. Чтобы решить эту проблему, волонтеры, сотрудники приемника и госвета управления обратились к горожанам с предложением. Подробности далее. Сокращение числа бездомных животных на улицах Сарова. Такую цель ставят перед собой и представители власти, и волонтеры, которые занимаются брошенными собаками и кошками. То, что делают добровольцы сейчас, принимают под свою опеку и пытаются пристроить котят и щенков, проблему бесконтрольного размножения не решает. Взрослые животные остаются жить на улице. Основной вопрос и решение этой проблемы – это именно стерилизация и кастрация уличных животных, не допущение их дальнейшего размножения. Уличное животное, которое несколько лет живет на улице, оно уже приспособилось к этому. И пристроить в дом такое животное достаточно сложно, потому что условия квартирного содержания не подходят. Именно стерилизация и кастрация таких животных, по мнению волонтеров, поможет со временем убрать с наших улиц бездомных собак и кошек. Работа в этом направлении уже ведется. Помощь оказывает добровольцы, собирая деньги на операции и ветеринарные клиники. К программе присоединился и госветуправление. Напомним, сейчас решается вопрос о передаче ему приемника. Госветуправление также занимается и отловом животных с улиц по контракту с администрацией. После того, как безтравмировано мы отлавливаем животных, мы их доставляем на содержание в приют, где их кормят, поезд содержат. Значит, в течение 10 дней эти животные находятся здесь на карантине. После истечения 10 дней проводится кастрация, стерилизация этих животных. Затем еще наблюдение производим 10 дней, где-то подлечить кого-то надо или еще что-то. И потом проявляем против бешенства и как бы на этом наша миссия заканчивается. Чтобы граждане не волновались за судьбу пойманных животных, комитет Госветнадзора создал специальный сайт Госвет-52, на котором выставляют всех отловленных животных. Любой человек может проверить, как животное содержится, отследить его дальнейшую судьбу и, возможно, выбрать на этом портале себе домашнего любимца. Это не как раньше. Там, допустим, можно было усыпить или еще что-то сделать. Все граждане сейчас этого очень боятся и вспоминают. Сейчас это категорически запрещено и усыпления, как такового, практически не бывает. Потому что это нужно быть или травмированным животным, травмой, которая несовместима с дальнейшей жизнью, или быть инфицированным болезнями, в общем, для человека и животных. Но, как говорят сами специалисты Госветуправления, выезжая на место, они часто там не находят животных. Бездомные собаки достаточно умны. Понимая, что их будут ловить, они убегают. Выход предложили волонтеры и сотрудники приемника. Опять же, отловить дикую кошку, которая боится людей, диких котят, собак, это практически нереально. Потому что они кусаются, они борются за свою жизнь, и это невозможно. Будешь вся покусанная, и будут проблемы. А есть люди, которые кормят этих животных, к которым они привыкли. То есть они к ним подходят, люди могут их погладить, знают в определенное время, в какое они приезжают. И в этот момент, возможно, это животное изъять с улицы. Но этим же, опять же, будет заниматься Госветуправление совместно с врачом. Горожане, которые поддерживают эту идею, сами подкармливают бездомных животных и готовы посодействовать в их поимке, могут обратиться по телефону 6-12-10. Отлавливать животных будут по графику, исходя из наличия свободных вольеров. Щадящий режим, сбалансированное питание и внимание к эмоциональному состоянию ребенка. Дистанционное обучение и летние каникулы выбили детей из привычного ритма учебы. Одни соскучились по одноклассникам и с радостью готовятся к первому сентября. Другие отвыкли от строгого графика учебы и отдыха. Как сделать переход от каникул к урокам безболезненным? Об этом смотрите в следующем репортаже. Пять месяцев в школьных классах не раздавались детские голоса. Скоро кабинеты и коридоры заполнятся неугомонными и любопытными учениками. Но за время дистанционного обучения и летних каникул многим будет сложно вернуться в рабочий ритм. Ребенку нужно сейчас дать больше положительных эмоций. Можно посмотреть фотографии с отпуска, рассказать какие-то, может быть, смешные истории из школьной жизни. Нужно ребенка заинтересовать. Пугать ни в коем случае нельзя. Этот совет поможет плавно и без нервных срывов вернуться ребенку в рабочий ритм. Ребятам постарше настроиться на учебу поможет поставленная цель – выбранная будущая профессия. Старшие школьники, подростки, у них уже есть мотивация. Они знают, куда они будут поступать, к чему поведет эта учеба. То есть они больше замотивированы. Но и тем, кто впервые переступит порог школы, и тем, кто считает себя самостоятельным, нужно придерживаться правильного режима дня. Такие рекомендации дают медики. Это позволит снизить стресс и положительно скажется на здоровье ребенка. Положительный настрой, чтобы ребенок чувствовал, что к нему внимательно относятся, его щадящий режим. То есть питание должно быть сбалансированное. Не вот перекусы, а обязательно ребенок должен питаться сбалансированно. И белки, и жиры, и углеводы, много витаминов. Родителям нужно быть готовыми к смене психоэмоционального состояния ребенка. Не стоит с первых дней учебы взваливать на него дополнительные занятия в кружках, спортивных секциях. Это может подорвать его иммунитет. Увеличивайте нагрузку постепенно и выделяйте время на отдых. Обязательно надо, чтобы ребенок менял вот эту статику на динамику. То есть, если сидит уроки делает какой-то промежуток времени, ему надо обязательно отдохнуть, физически подвигаться. Прогулки на свежем воздухе, в том числе и перед сном, благотворно скажутся на здоровье ребенка. А спокойствие и позитивный настрой родителей добавят ему уверенности в своих силах. Молодежный центр 26 августа проводит день открытых дверей онлайн. С 12 до 19 часов можно позвонить на горячую линию по телефону 9-91-12, пообщаться с педагогами, задать вопросы и записаться в объединение. О том, чему можно научиться в молодежном центре в новом учебном году, расскажем далее. Попробовать себя в роли организатора праздника, написать сценарий и воплотить его в жизни. Этому и многому другому можно научиться у новой секции «Эвент-команда» в молодежном центре. В нее приглашают ребят старше 12 лет. Обучение рассчитано на один год. После каждому ребенку выдадут сертификат аниматора. Планируется два мероприятия в год, отчетных мероприятий. Это новогодние праздники, мы надеемся, все-таки они состоятся в офлайн-формате. И итоговые мероприятия, которые ребята должны будут организовать сами. Четвертый год подряд на базе молодежного центра работает медиаклуб в формате .ру. Ребята учатся работать с современными программами, создают видеоролики и презентации, постигают азы монтажа и редактирования аудио- и видеофайлов. Участники медиаклуба всегда принимают участие в различных городских мероприятиях. Многое снимают, фотографируют, помогают даже молодежному центру. Выставляют различные тоже публикуемые ролики. Помимо этого, записаться можно в клубы «Молодая семья», «Настольные игры», «Игромания» и «Киноман». Также открыта запись в волонтерский клуб «Инсайт» и театральную студию. Подробнее о кружках можно узнать на дне открытых дверей, который пройдет 26 августа в онлайн-режиме. На сайте молодежного центра в группе ВКонтакте выложили много информации о наших объединениях, о порядке зачислений. И уже сейчас можно записаться в объединение через сайт «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области» и заполнив форму Google форму ВКонтакте молодежного центра. Непосредственный прием документов в молодежный центр на обучение будет проходить с 31 августа по 15 сентября. В день открытых дверей будет работать горячая линия. Звонить можно по телефону 993 13 991 12 с 12 до 19 часов. Всего вам доброго и хороших вам новостей!